20 человек стали жертвами водной стихии с начала лета. Причем 10 из них погибли в последние дни с установлением жаркой погоды и прогревом воды. В МЧС забили тревогу. Все погибшие купались в неустановленных местах, и большинство из них были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Государственной инспекции маломерных судов вышли с проверкой в места отдыха татарстанцев. Чем может обернуться нарушение правил пребывания у воды, узнал Айрат Назипов. Будьте осторожны, купание в этом месте запрещено. Родители внимательно смотрите за инспекции. Они внимательно осматривают берега. От взгляда не ускользнет ничего. Все эти места не предназначены для купания. Здесь не делали анализ воды, не обследовали дно, не убирались под воды мусор, и все то, за что можно зацепиться. Среди погибших двое детей. Не уследили родителя, считает в ГИМС. Гибель детей, которая у нас произошла, это прежде всего, конечно, вина родителей. Если же вы купаетесь вместе с ним, необходимо обеспечить круглосуточно и минутный контроль. Ни в коем случае, ни на минуту оставлять детей. Отдых на воде бывает разный. Этого мужчину инспекторы просят надеть спасательный жилет, иначе в случае опасности он бесполезен. Сколько лет? Семьдесят. Вот какие как раз двое человек утонули на 70-летних. Аккуратнее на воде. К официально открытым пляжам вопросов у инспекторов нет. Они оборудованы всем необходимым, и на них дежурят спасатели. Как здесь, на пляже Локомотив. Через узкую дорогу вроде бы такой же пляж, но купаться тут запрещено. Рядом стоянка маломерных судов, потенциальная опасность для пловцов. Штраф за нарушение полторы тысячи рублей, но только при наличии вот такого предупреждения. Все, кто купается, должны быть привлечены к административной ответственности. Переходите на ту сторону, там стоит пляж, бесплатный. Там, пожалуйста, купайтесь. Но там отдыхающим не нравится, говорят, слишком грязно. Если бы там было хорошо, люди бы сюда не шли. Я посмотрю, сколько там людей, посмотрю. Одеваться некуда. Один в последний пляж. Тем более детьми купаться. Пляжные. Все ваши претензии мы доведем до руководства. Аншлаг, запрещающий купание, инспекторы увидели только один. Делать это, говорят спасатели, должны администрации муниципалитетов. Штрафовать за нарушение они же. Всего же в Татарстане в эти дни работает 83 мобильных групп МЧС. Но протоколов составлено только два. И оба за нарушение общественного порядка. Работы инспектора ГИМС намерены резко активизировать. Тем временем на водоемах республики только за последние три дня, по данным спасателей, погибли 10 человек. Всего с начала лета 20. Из них двое детей. Айрат Назипов, Вызов 112.